МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С Вами вновь Даля с передачей Книга Ответов. В прошлый раз мы говорили о 53-й главе книги Исайя. Мы увидели, что тот, о ком говорит пророк, возьмет на себя грехи мира и будет убит. Написано, что его отрежут от живых. Мы увидели, что Раши предложил толкование слов пророка, подразумевающие народ Израилев, аниме си. И на сегодняшний день является принятым толкованием в иудействе. Но существуют и другие мнения по этому поводу в иудействе. Рамбам и другие древние раввины, которые толковали слова Исайя, как подразумевающего Мессию, а не Израиль. Мы видели, что до Раши именно такое толкование было принято. Подразумевающее одного человека, Мессию, а не народ Израилев. Мы доказали в предыдущей программе, что Раши ошибается в своем толковании. И этому две причины. Первая. Исайя сказал, что эта личность возьмет на себя все грехи мира и будет убит, вырезан из мира живых. Если Раши прав, Израиль, еврейский народ, прекратит существование. Но благодаря Богу, ам Израиль хай, еврейский народ никогда не прекращал и никогда не прекратит существование. Поэтому это не может быть народ Израиля. Исайя говорит нам, что эта личность будет беспорочна. Говорится, что он не совершил насилия и не был жив. Мы не можем сказать подобное о народе Израиля. Мы все знаем, что невозможно назвать Израиль беспорочным, не совершающим насилия и не лживым. Поэтому мы ясно видим, что Раши ошибается в этом по двум причинам. Первое. Израиль до сих пор существует и будет существовать. Второе. Израиль не беспорочен. Мы ясно видим, что Пророк говорит об одном человеке, о Мессии, а не о народе Израиля. И мы видели, что многие раввины также толковали этот текст. Например, Йонатан Бенуизель, чей перевод был многократно цитирован и пользовался авторитетом в еврейском толковании священных текстов. Он придерживался мнения, что Исайя говорит о Мессии. А также Муши Бейн Маймон, Маймонит, знакомый нам как Рамбан, был сторонником того же мнения. Исайя 53 говорит о человеке, о Мессии, а не о народе, как считал Раши. К тому же мы увидели, что Равин Ильяу Дэвидес, ученик Равина Арии, автор книги «Начало мудрости». Он написал о пятом стихе Исайя 53 главы Цтиру. «Но он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились». «Что это значит?» Равин Ильяу отвечает. «Тот, кто не примет страдания Мессии за его грехи, должен будет сам расплатиться за них». Я хочу сказать вам, что в главах 52 и 53 Исайя дает нам самое важное послание из святых текстов, послание о спасении человека и о вечной связи между Богом и человеком. Исайя говорит о слуге Бога, который пожертвовал жизнью Своею, как агнец искупления, и даровал этим прощение Израилю и всему человечеству. Исайя 52 и 53 описывает очень ясно и ужасающе, как слуга Бога пожертвует своей жизнью за искупление грехов и спасение Израиля. Он дает нам причину на отторжение Мессии. И он описывает натуру и роль Мессии. И так это будет тема нашего разговора сегодня, потому что мы обязаны увидеть это. Начнем со стихов 13-15 из 52 главы книги Исайя. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько был обезображен пача всякого человека, лика его, и вид его пача сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слышали». Давайте посмотрим на каждый стих этого отрезка и попытаемся узнать, что точно Бог говорит нам через Пророка. В 13 стихе Исайя говорит, «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Мы видим, что он говорит здесь о слуге Бога и говорит о нем, что он будет благоуспешен, возвысится и вознесется. Эти описания «благоуспешен и возвеличится» применяются в Библии только к Богу. Давайте вкратце взглянем, где еще Исайя использует их. Слова из этого же описания «возвысится и вознесется» Исайя использует в 6 главе 1 стихе, когда он описывает свое видение, в котором он видел Бога, сидящего на троне, высоком и превознесенном. Написано «видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края резьего наполняли весь храм». Исайя описывает Бога, как сидящего высоко и вознесенным. И теми же словами Исайя описывает Мессия. Также в 12 стихе 2 главы Исайя говорит, «Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет уничтожено». Бог говорит нам, что Бог ударит по гордым и осудит всех, кто возвышает себя. И в 14 главе Исайя говорит о дьяволе, что он был ангелом высокого ранга, который согрешил в гордыне и пытался достигнуть позиции высокой и превознесенной, которая принадлежит только Богу. Поэтому он был изгнан из Раи. Мы ясно видим, что только Бог может сидеть на троне высоком и превознесенным. И любая попытка занять это место или приравнивать себя к Богу значит восстание против Всевышнего, которое заканчивается судом. Эти стихи показывают нам особенности характера Божественного. И мы видим, что рабу Бога были даны свойства, принадлежащие только Всевышнему. Бог говорит в 8 стихе 42 главы книги Исайя, «Это мое имя, и не дам славы Моих и Ному». Судя по этому, раб, он есть сам Бог. И он описывает через уст Исайя черты раба его, который придет в мир как слуга. Исайя, с одной стороны, описывает слугу Бога рабом, а с другой – высоким и вознесенным. Исайя описывает царя Мессию из дома царя Давида. Посмотрите на стихи 13 и 15. Исайя описывает нелогическую ситуацию, которую трудно объяснить. Этот раб в глазах Бога высокий и превознесенный, равен Всевышнему. И затем в 15 стихе 57 главы Исайя пишет, «Высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его». И 14 стих 52 главы говорит, что в глазах людей слуга Бога считается бесполезным. Что говорит нам 14 стих? «Как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько было безображен пача всякого человека, лик его, и вид его, пача сынов человеческих». Многие были встревожены и удивлены от образа. Они его видели, как раненого и страдающего человека. Они сказали, «Ты слуга Бога. Ты так ужасно выглядишь, что нельзя тебя называть человеком». Но Исайя говорит нам, что нам нельзя давать нашим глазам вводить нас в заблуждение. Слуга Бога удивит всех, когда силы и величества его кажутся ничтожными, когда даже физически он выглядит презрент. Его деяния указывают на его настоящую личность. 15 стих говорит нам, «Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слышали». Что это значит? «Приведет он в изумление». Слуга Бога приведет в изумление многие народы. Потом написано, «Цари закроют перед ним уста свои». Короли, которые увидят его деяния, наполнятся изумлением, и уста их будут закрыты. Они потеряют дар речи. Дальше говорится, «Ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слышали». Это значит, что деяния Раба Божьего будут иметь глобальный эффект. Он создаст то, что человеческие уши никогда не слышали, и глаза никогда не видели. Что нам говорит Исаия в этих стихах? Он говорит нам то, что трудно принять. Он говорит нам, первое, что Он раб Бога и есть Сам Бог. Второе, несмотря на то, что Он Бог, Он явится на землю как безобразный человек. Он говорит нам, третье, не входите в заблуждение из-за Его внешности. Хотя Он и раб, у Него есть великая сила удивить и изумлять многие народы. Он говорит нам, четвертое, наступит день, и Рабу Бога, Мессия, покажет всем. Вот что Бог говорит нам через Исаия. Говорит, что тот, кто не слышал и не слушался Слову Бога, увидит это своими глазами. Так написано в 8 стихе 52 главы. И все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Это трудно принять, я знаю. Как такое может быть, что Бог спускается с небес быть рабом людей? Ожидаются еще много сюрпризов, когда мы познаем Его и поймем Его настоящую природу. Мы узнаем, что такое идеальность. В идеальности есть чистота. В чистоте скромность. В чистоте есть покорность и есть люби ближнего своего, как самого себя. Сам Бог показывает нам, кто Он и кем мы должны стать, когда мы выбираем Его. Выбрать Бога это жить вечно там, где не наступает ночь, где нет тьмы, нет боли, смерти, жить в океане идеала и любви. Исайя продолжает в 53 главе описывать Мессию. Как Бог возложил на плечи Его наше неравенство, и так будут те, кто не примет Его, кто не увидит и не поймет. мы должны понять, как велики деяния Божие для нас и как наши пути отличаются от путей Всевышнего с момента рождения нашего. Но я верю, что если мы возьмем минуту подумать об этом, все станет ясно. Он такой совершенный. Чему Он пытается научить нас? не быть гордыми, не быть эгоистами, любить друг друга, давать, жертвовать ради окружающих нас. Он пытался научить нас этому веками. И что Он делает? Лично спускается с небес и дает нам пример. Показывать нам путь Царства Небесного. Он спустился к нам не в великолепии, но в скромности. И из любви к нам Он пожертвовал собой. Какая любовь толкает Бога лично спуститься и служить нам? Умереть за нас такой жертвой искупления. Этот поступок настолько целомудренный, что мы до сих пор не можем понять и принять его. Но когда мы поймем, Бог станет ясным нам. Ничто не сможет вернуть и нас к Нему. Мы не можем сделать это сами. Кто может назвать себя праведником? Я не могу. Подумайте об этом на минутку. То, что Бог сделал для нас, просто гениально и изумительно. Наступит день, и мы поймем, что такое любовь. Мы поймем, что такое беспорочность. и не только поймем, но и станем частью этого. Я не знаю, как возможно игнорировать все факты, которые говорят нам пророки. Давид, Соломон, Исаи, вся Библия. Посмотрите на Библию. Она говорит нам, что наступит день, когда все увидят и все признают его. Но написано, что нечто тяжелое должно произойти прежде всего. Захария говорит нам в 12 главе 10 стихе. Она дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили. И будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Бог говорит нам, что он в конце концов даст нам дух свой, Святой Дух. И мы увидим того, которого пронзили. И мы будем рыдать, как скорбят за первенца. Так давайте не будем ждать, чтобы что-то ужасное настигло нас. Давайте призывать его. Давайте призывать имя его. Давайте перестанем бунтовать против него и встанем на колени перед ним. Давайте взывать его Святое Имя, чтобы наша душа жила. Отец наш Всевышний, прости меня. Скажите вместе со мной, громко. Отец наш Небесный, Отец Авраама, Исаака, Иакова, прости меня, прими и очисти меня. Я согрешил перед Тобою, пожалуйста, прости меня. Отец, я благодарю Тебя за идеальный план, который Ты создал для меня. Я благодарю Тебя за то, что Ты послал нам Мессию Иисуса за искупление грехов моих и грехов моих предков. Я признаю, что Ты, Иисус, мой Спаситель. Ты умер вместо меня, и Ты отдал мне Твое место рядом с Отцом нашим в раю. Спасибо. Я признаю, что Ты, Иисус, обетованный нам, Мессия. Ты, Иисус, мой Господин, мой Спаситель. Благодарю Тебя. На сегодня все. До следующей встречи, в которой мы продолжим говорить о 53 главе Исаия. Откроем вместе правду и войдем в Царство Небесное. Будьте благословены. С вами была Даля с передачей Книга Ответов. Амин. Редактор субтитров А.Семкин